Вот уже 19 лет, как президент страны Владимир Путин напрямую разговаривает с россиянами, узнавая об их проблемах и символично подводя итоги года. За все время работы портала обращений к президенту граждане из всех регионов страны направляли миллионы заявок. Подать заявку можно следующим образом через сайт Kremlin.ru. Здесь создана специальная форма. Обращение может быть личного характера, либо от целого коллектива. Это может быть обычное письмо, аудио или видеосообщение. Впрочем, жители края разобрались, как отправить вопрос президенту. От наших земляков поступило рекордное количество обращений. Можно предположить, наболело. Также заявку можно подать через сайт Moskva.putin.ru. Большая часть вопросов касается социальной сферы, медицины, образования и социальных выплат. Немало уточняющих вопросов, но валовый поток, предложение, передача своего опыта в решении конкретных проблем. Мы спросили барнаутцев, о чем они хотели бы спросить президента. Даже не знаю, не задумывался. Никакого. Вообще ничего не интересует, никаких проблем нет. У меня? У меня все хорошо. Когда это все прекратится? Конкретно что прекратится? Пандемия. Я бы спросила, наверное, как он относится к прошедшей накануне оптимизации здравоохранения и что планирует делать дальше. И обратить внимание на сельское хозяйство. Алтайский край – это аграрный край и сельское хозяйство у нас практически загублено, можно сказать. Не знаю, это возможно, но в принципе какой-то уровень заработных плат должен соответствовать, наверное, все-таки европейскому стандарту. Лично ему, чтобы подняли пенсию. Хотя бы пенсия была 18-19 тысяч, но не 12. Я сколько лет отработала и получаю 12 тысяч. Пенсионерка 70 лет, и я работаю, стою. А вот жители поселка Новомихайловка готовят коллективное обращение. В этом году они попали в седьмую санитарную зону аэропорта, став заложниками своего имущества. Отныне они не могут оформить собственность, либо продать свои дома. Проблема с нашим имуществом, с нашими домами, с нашей дальнейшей жизнью уже была обсуждена на местном уровне. Получили мы одни отписки, то есть никакой конкретики, никакой информации именно достоверной, то, что действительно, что будет с нами дальше. То есть нам отвечают сухими выписками из закона. И поэтому мы решили, что раз на местном уровне у нас не получается договориться, мы решили выйти на прямую линию с президентом и задать вопрос непосредственно напрямую руководителю страны. Но не только рядовые жители просят поддержки. Так в соседнем регионе свое обращение к президенту направили депутаты республики Алтай. Они считают, что у местных фермеров несколько лет незаконно забирают землю. Обращаюсь к вам с убедительной просьбой навести в республике Алтай порядок в сфере земельных отношений. 19-е по счету прямая линия президента начнется 17 декабря. Впервые в связи с пандемией она будет проходить в формате не живого общения, а онлайн-пресс-конференции, где вопросы от журналистов будут чередоваться с обращениями граждан. Впрочем, не столь важно, как задать вопрос, главное получить на него ответ. Никита Ромаков, Андрей Печоркин. День с толком. Мы знаем это хорошо.